Когда мы служим Богу, Иоанна 4, 34, написано, что моя пища творит волю Божию и совершит его дело. Пища, то есть предназначение, судьба, призвание, к этому все заключение. И получается, что когда мы творим его волю, разумно, насколько возможно, и когда мы совершаем, он уже начал это дело, мы входим в его труд. И получается, когда мы это делаем, он, как обмен, устраивает нашу жизнь. Есть таинство жизни, есть секрет жизни. Один из секретов жизни – это то, что мы созданы служить. Мы созданы служить. Давайте откроем Библию. Второе послание к Тимофею, вторая глава, 15 стиха. Второй Тимофей, вторая глава, 15 стиха. Старается представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истине. А непотребного пустословия удаляется, ибо они еще более будут преуспевать в нечести. И Слово их, как рак, будет распространяться. Такови именуй и филит. В принципе, мы это переживаем вокруг себя, что когда непотребное пустословие, они успевают больше в нечести, они распространяются. Иногда мы вникаем, ищем какую-то справедливость, думаем, что ты хочешь что-то остановить, а ты не можешь остановить. Поэтому Библия всегда говорит, удаляется от всякого проявления блюда. Библия тоже говорит, удаляется. А непотребного пустословия удаляется. Не думай, что ты там самый справедливый человек, ты разберешься, ты сейчас решишь, кто прав, кто не прав. Библия говорит, что нечистого разговора удаляется. Вообще-то от критики максимально надо удаляться. Я немножко не по теме, но я вернусь. В жизни большей надо стараться никого критиковать. Надо стараться. Поэтому евреям написано, если возможно, с вашей стороны имейте мир со всеми. Но мы с вами понимаем, что не получается без критики. Если критиковать, первое, кого нужно критиковать, это себя. Об этом Иисус говорит в Матвей 6 глава или 7 глава, не судите, а то судим и будет. То есть, будучи во кресте Иисусе, Иисус обращает больше внимания на нас, на наше совершенство, самосовершенствование, самомотивацию, самоуправление, самообразование. Когда мы приходим к Иисусу, Иисус работает над нами, и Он хочет, чтобы мы тоже работали над Собою. Но часто, как получается, нам проще работать над чужим, а мы жалеем себя. Я же такая хорошая, что еще надо. Я все почти делаю правильно. А он или она ничего не делает. То есть, по натуре мы более там милостивы. Ну, я немножко голова болит, но у меня чуть-чуть не получается. А если у него не получается, он на катастрофе. Ну, как у него не получается? У меня может не получается, я же такая хорошая, ну, я стараюсь и на все. А он? То есть, мы более требовательны к другому человеку. То есть, это натура плоти. Но дух противится духу. Будучи во кресте Иисусе, мы должны поменять вот эту тенденцию. Мы должны взять вех над плотью, и я должна стать более требовательна к себе, заниматься своим делом. Вынести это из своего глаза. То есть, будучи во кресте Иисусе, он хочет, чтобы я работала над собой. А потом, вы увидите, когда я работаю над собой, я становлюсь чище. Я становлю пригодной. Мы дойдем до этого. Я лучше. Для чего я лучше? Приходя к Иисусу, будучи во кресте Иисусе, он очищает меня, омевает меня. Вообще-то, верующие люди, они лучше. Они лучше говорят, они лучше живут, они самые лучшие граждане страны. А для чего это? Для чего вот эта красота, вот это совершенство, вот это прелесть в характере, вхождение, взаимоотношениях? Для чего? Для одной цели, чтобы служить Богу, чтобы прославить Его, чтобы стать каналом служения, каналом благословения. Я остановила на пустословии. Когда ссор или какой-то разговор, насколько есть натуральное желание входить в этот ссор. Ссориться, доказывать. Никто из нас не прав. Всегда прав Бог. И мы стараемся выяснить, кто прав, кто не прав. Наша жизнь не создана для выяснения отношений. Браг не для выяснения отношений. Родительские отношения с ребенком не для выяснения отношений. Отношение пастора к прихожанинам. Отношение государства к гражданинам – это не для выяснения отношений. Любое взаимоотношение – цель достичь мира, покоя, взаимопомощи, взаимопонимания. Никак для выяснения отношений. Потому что никто никогда из нас не будет прав. Сколько людей, сколько мнений. Каждый пропускает мир, каждый пропускает жизнь через себя. В его глаза он прав. Он будет доказать тебе до послезавтра, что он прав. И там будет резон, там будет какое-то понимание. Поэтому пусть один Бог будет прав. А мы все будем зависимы от Его права. 18 стих. «Которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают вне которых веру. Но твердое основание Божие стоит. Имея печать свою, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Тут, конечно, классная тема, но я не об этом сегодня. Вы поймете, куда я иду. «А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные и гниненные, и один в почетном, а другом в низком упротивлении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владикой, годным на всякое доброе дело». В 15-16 вы видите, он говорит, от пустословия удаляется, от нечестия удаляется. Потом, где-то в середине, он там, пример людей, которые там отступили, убивая веру в других. И 21-й стих, это наш ключевой стих. И он говорит, итак, кто будет чист от всего. То есть, кто будет чист от нечести, кто будет чист от пустословия, кто будет чист от греха, от этих отвлекающих моментов. Он говорит, тот будет сосудом в чести. Невозможно, тоже в Матве написано, невозможно служить двум господам. Невозможно. Либо мы служим Богу, либо мы служим своему иго, себя. Потому что, если под эгидой служим Богу, на самом деле служим себя. Но тут написано, Бог познал, Бог знает, кто действительно Ему служит. А кто для школ, чтобы видели. Кто просто бегает, кто какие-то деятельности просто делает. Или кто на самом деле служит Богу. Но, в смысле, сегодняшняя проповедь написана, кто будет чист. То есть, мы работаем над собой. Мы чистим себя каждый Божий день. Мы от силы в силу. От славы в славе. Каждый день с Иисусом становится легче. Те вызовы, которые мы вчера не смогли победить потихоньку, шаг за шагом. Как маленький ребенок, мы побеждаем. То, от чего мы вчера расстраивались, сегодня уже не расстраиваемся. Но мы от веры в веру, мы поднимаемся. И мы ощущаемся, знаете, как лепушка, миски. Разные лепушки, миски. Мы ощущаемся. И Библия говорит, что тот человек, чем чище я становлюсь, тем лучше я пригодна для служения Богу. Невозможно служить и там, и там. Нет. Невозможно служить Богу, не отдавая 100%. Те, которые получают пользу. Служение Богу – это уникальная возможность. Служение Богу – это просто входить в предназначение. Служение Богу – это найти то, для чего я была создана. Но это надо сделать 100%. Всем сердцем, всей силой. Вас любит Бога. Всем сердцем. И все то, что мы будем делать для него, должно быть всем сердцем. Не надо думать, кто это заметит. Похвалить меня или нет. Наша женщина, она ушла из этой церкви, потому что ее не похвалили. Конечно, этому есть место, но не ожидайте похвала. Типа, паста похвалит другому, а меня не заметили. Но лучше, чтобы Бог вас похвалил, чем чтобы паста вас похвалил. Всем сердцем, всей душой, всем разумением. Когда я ем, я глух и... То есть, все внимание на то, что я сейчас делаю. Невозможно служить двум Богам. И только тогда мы получим пользу от служения. Только тогда Он будет устраивать наши жизни. Знаете, я пыталась устраивать свою жизнь, но не получается. И я тоже знаю, я могу догадываться, что вы тоже пытались. Но никто не устроит наши жизни, как Он. Еще будучи в утробе матери, Он заткал нас. Когда мы больше не поняли, кто мы, я не помню, когда я была в утробе матери. А сейчас уже выросла, уже там свои претензии, требования. Вот так надо на вы, а не на ты. Вот нельзя так со мной разговаривать, уже у меня морит. Но Он знал мне, что когда я была, я не могу построить свою жизнь, как Он бы построил. Он нужен мне. И когда я служу Богу, я доверяю себя Ему. Когда я служу Богу, я вхожу в свое предназначение. Я вхожу в паз. Базирование крепко, хорошее. И тогда Он может устраивать мою жизнь. Служить Богу, как должно, требует веру. Кроме основной заботы, найти жилье, где жить, найти, что покушать и одеться. Что еще мы можем делать для себя? Что еще? И в основной жизни человека в этой карусели сокрушается. Что я буду кушать? Где я буду жить? Что я буду одеваться? Но это мизер жизни. У Бога есть большие стандарты. У Бога есть большие предназначения. И мы туда не войдем, если не будем слушать. У меня тоже море свидетельства. Почему-то Бог сверхъестественным образом устраивает свою жизнь, когда ты полагаешься на Него. Когда ты говоришь, Бог, ты все равно сделай лучше. И здесь возвращается мысль сегодняшней проповеди. Кто будет честь, кто будет совершеннее в Боге, тот будет сосудом в чести. Тот будет сосудом. Тут слово сосуд как служитель. Можно заменить слово сосуд как служитель. Вот стакан. Такан сосуд. До послезавтра этот стакан вообще мне не нужен. Мне нужен воду. Мне нужен чай. Стакан меня не удовлетворяет. Но почему-то тяжело у меня получается пить чай без стакана. Когда мы начинаем служить Богу, мы соединяем тех людей, кого мы служим, с Богом. Мы убираем барел. Мы соединяем. Кто есть? Вот это соединение. То есть вода. Да, вода есть. Мне надо пить. Чай есть. Самые главные участники. Это я и вода. Или это я и Бог. Но почему-то нужный сосуд. Нужный сосуд, чтобы я могла получить то, что мне надо. Чтобы я могла получить то, что мне надо от Бога. Кто-то скажет, ну Бог же сам может тебе дать. Вода же сама как-то может попасть себе в рот. Конечно, но Бог всегда действует через людей. А почему так? А я не знаю. И я уже не хочу знать. Есть Божий принцип. От твоего служения зависит много судей. От твоего служения зависит много судей. Тот будет служителем чести. Тот будет служителем чести. Тот будет служителем чести. Что у нас получается? Чем больше достигается духовности, чем меньше служить. Чем больше достигает духовности человек, который больше всего пригоднее к служению, меньше служит в христианстве. Я в группе порядки. Я с новообращенным. Я пилисосить. С ума зашел? Пусть новообращенный убирают. Снег надо убрать вокруг рэп-центра. Для чего еще? Те, которые чист уже, те, которые уже знают Бога, пригоднее. Парадокс. Сосуды в чести. Чем больше мы знаем Бога, тем лучше. Если действительно познаешь Бога, все. Тойлет мил с удовольствием. Помоешь этот туалет, потом еще поселюешь. Все для Бога. Кто будет чист от плоски, от вот этой гордости, от будет сосудом чести. Освященным. Освящение. Понимающий. Освященным. И благопотребным владикой. Благопотребным владикой. Так написано, да, в вашей Библии. Благопотребным владикой. Богу потребны. Богу нужен. Бог ищет человека. Но никого попало. Бог ищет чистого. Бог ищет святого. Бог ищет посвященного. Благопотребным владикой. Не мне. Иногда, когда мы служим супругу или супругу, мы думаем, что служим супругу и супругой. На самом деле служим владикой. И в следующий раз, когда кто-то тебе скажет, спасибо, скажи, служи владике. Служи Богу. Благопотребным. Не получится у вас семьи. Не получится у вас взаимоотношения с людьми, если вы не будете видеть владика. Если будете видеть Васю. Если вы будете видеть Машу. У вас всегда будет проблема с Васей и с Машей. Чем больше мы становимся чистыми, тем больше мы годны. Благопотребным. Годным. То есть, годным на всякое доброе дело. Годным на всякое доброе дело. Годным на всякое доброе дело. То есть, на всякое. Не перебирает. Написано на всякое. На всякое. На всякое. На всякое. То есть, если прославление – да. А туалет, мид – нет. Если носить сумку пастора – да. А поехать домой к Баному – нет. Вот это мне нравится. Это мне нет. Кто будет чист от этого, будет годным на всякое доброе дело. Первая глава. Титул. Первая глава. 15 и 16 стих. «Для чистых все чисто, а для освергненных и неверных нет ничего чистого, но освергненный и ум их и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому доброму делу». Написано, «Они говорят, что знают Бога». Матвей, по-моему, 7 глава, Иисус говорит, «Не все, кто называет меня Господнем, войдет в садство Божие». А эти утвердят, мы знаем Бога, мы все знаем, но дела не подтверждают. Нужна вера, чтобы служить Богу. Служение – это ставить себе на тар. Служение – это плата за жизнь. Когда мы служим, мы доказываем, что да, мы достойны, мы годны. Народ ревностный к добрым делам. Кто знает это местописание? Как только найдете, скажите мне. Приготовить для себя народ ревностным, добрым делам. Добрым делам. Мы не перебираем. Все, что надо. То, что другие не хотят делать. Мне все равно. Я ищу возможно служить. Кредо нашей жизни – это должно быть «Ищу возможно служить». Ищу возможно служить. Служить Богу. Служить ближим. Служить знакомим, незнакомим. Ищу возможно служить. Чем больше мы достигаем духовности, чем больше мы познаем Бога, тем больше мы должны быть ревностными ко всякому доброму делу. Мы должны понять роль. Мы соединяем человека с Богом. Мы надежда нашей служения. Несчетно Бог призывал нас служить Ему. Иногда мы не оцениваем нашу руку, наше служение. Мы, а, ладно. Без меня проживут. Мы созданы служить. Без служения нет смысла жить. Я не вижу смысла. После кушать, одеваться – это же не удовлетворяет. Единственная пища для души – это когда ты кому-то бескорыстно помогаешь, кому-то бескорыстно любишь. И тебе все равно завтра он уйдет от тебя или нет. Тебе все равно. Ты благодарны владике за возможность служить.